Фокусник решил порадовать делимостью на 13. Сделал следующее. Взял число 503906. Оно делится на 12. И взял число 7969. Оно тоже делится на 13. И первую цифру стер и записал позади последний. Что это такое? Пятерку стер, получил число 39065. Здесь стер семерку, получил 9697. Вот. Вопрос. Будут ли эти полученные числа делиться на 13? Если вы непосредственно выполните деление, то обнаружите, что здесь делится, здесь делится, здесь делится, а здесь не делится. Объясните, в чем причина неудачи. И скажите, какой должна быть длина числа делящегося на 13, чтобы при переносе первой цифры в конец, из делящегося получалась бы делящаяся. Ну, во-первых, давайте все-таки проверить. Ну, давайте посмотрим в общем виде. Пусть было какое-то число. Первая цифра, некая буква А. После этого идет R-цифра. Это некое число B. Что стало? B и потом идет цифра А. Замечательно. Как это взять форму? В одном случае это 10 в степени R умножить на А, это число А с R нулями, плюс B. А здесь у нас получилось число 10B плюс А. Для того, чтобы фокус работал, надо, чтобы эти числа одновременно делились B на 13. Ну, давайте посмотрим, как это можно понять. Давайте довножим вот это число на 10. Делимость на 12 от этого не пострадает, не изменится. Потому что 10 взаимно просто сейчас. Значит, получилось 10B. Здесь уже 10B было. А здесь 10 в степени R плюс 1 умножить на А. Кстати, R плюс 1 – это как раз количество цифр. Вот, плюс 10B. Значит, для того, чтобы эти числа одновременно делились или не делились, надо, чтобы А и вот это 10 в степени R плюс 1 умножить на А, давали бы знаковые остатки. То есть, чтобы 10 в степени R плюс 1 А было бы сравнимо с А внутрь химикс. Но, другими словами, 10 в степени R плюс 1 должно давать остаток 1. То есть, R плюс 1 должно делиться на порядок числа 10, по-моему, 13. Понятно, что это такое. Мы уже знаем, что порядок равен 6. R плюс 1 должно делиться на 6. Значит, когда взяли шестизначное число, Фокс получился. Когда взяли число, у которого количество цифр не делится на 6, не получилось. Все понятно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова